Мы продолжаем вечерний эфир, продолжаем у вас очаровательные гости, Марина Романцова, маркетолог. Марина, я тебя приветствую. Спасибо, Саша. Мы сегодня поговорим на достаточно полезную тему, поскольку в последнее время так много открывается всевозможных заведений, предприятий, очень много кому нужна помощь как раз в раскрутке того или иного продукта. И это не каждый может себе позволить, поскольку не знает, что делать, как делать, куда обращается. Вот буквально, наверное, может быть случайно, а может быть не случайно. Сегодня с коллегой общался, и есть такая проблема, как все-таки начать раскручивать свое какое-то новое дело, новое производство. Вот поэтому мы сегодня тебя пригласили. Я думаю, что ты нам все расскажешь подробнее. Все расскажу, да. Ну вот давно уже на самом деле и в рекламе, и в продвижении, и вот, наверное, сейчас такое время, когда иногда опыт большой – это скорее препятствие, нежели преимущество. Потому что кому-то больше везет, кто-то больше умеет считать и просчитывать. Ну, наверное, как маркетолог, да, с опытом я скажу, что сейчас время предпринимателей, которые в первую очередь умеют считать. И реклама – это скорее средство. И если бизнес просчитан неправильно на старте, то тут реклама не поможет, а скорее, напротив, масштабирует убытки. Поэтому моя рекомендация – это сначала с математикой. Посчитайте все. Нет, здесь абсолютно согласен, но, тем не менее, инструментов для рекламы в последнее время становится так много, вот что, наверное, и пугает, и мешает, собственно говоря, людям, которые начинают этим заниматься. А куда? Куда нести, даже если есть дополнительные деньги, куда нести деньги, что даст какой-то эффект телевидения, радио? Сейчас очень много интернета, а тут еще появились эти блогеры, которые начинают активно продавать себя, и в компании очень многие на это ведутся. Ты знаешь, сегодня разговаривала с коллегами из Москвы, с коллегами-предпринимателями. Я, да, помимо того, что маркетолог, еще и предприниматель, и вот тоже подобный вопрос мне задавали. Знаешь, что я тут думаю? Сейчас нужно очень быстро все гипотезы тестировать и начинать с того, кто твой клиент. Наверняка никто не знает, ни один специалист ни по рекламе, ни по маркетингу. Вот чем быстрее гипотезу проверяешь, да, мой клиент гипотетически вот с такой-то потребностью. Он, скорее всего, находится там-то или слушает тот, или доверяет тому-то. А как? Вот как проверить-то? Вот большой вопрос. Масса факторов. Интуиция, которая, на мой взгляд, это следствие опыта. Главное. Да, это везение, удача, наличие ресурса. Но тут недавно мы публиковали пост в Инстаграме, навеявший вдохновением. В первую очередь, надо самому свой бизнес поверить и смотреть на реакцию людей. Потому что очень многие предприниматели, мне кажется, живут в какой-то параллельной реальности и стесняются сами продвигать свой бизнес. Вот мне это вообще непонятно. Если ты не веришь в свое дело, и ты... Вот сколько, да, там через тебя, через меня каждый день людей проходит? Да можно за месяц весь Красноярск. Знаешь, вот ты задаешь этот вопрос, почему, а я готов тебе ответить. Потому что настолько вот эти вот новые все современные технологии, я говорю сейчас про Инстаграм, про Интернет, не каждый человек, обычный человек, да, который занимается бизнесом, готов себя ставить перед другими. Это некое такое стеснение, некая такая вот, некая закомплексованность, потому что, ну, не любой человек может вот так открыто сесть перед камерой, перед видеокамерой и начать рекламировать. Это очень сложно. Ну, это следствие, скорее. Тут я немножко о другом говорю. Когда мы в мире коммуникации, а когда, как я говорю, больше одного человека, это уже, да, коммуникация, мы должны, скажем так, в трех, да, модальностях существовать. Первый — это я, что я хочу. Второй — это мой собеседник, что он хочет, и что, как бы он, да, какое у него видение, и как мы вообще со стороны смотримся. Это такой навык, который очень важен и нужен для любого предпринимателя. И важно здраво и адекватно оценить свой продукт. Я очень часто сталкиваюсь с тем, когда предприниматели, ну, немножечко несознанием своего покупателя думают. Мне кажется, ну, я же столько сил в это вложил, я же такой молодец, у меня же такое оборудование современное на моем заводе. Но ты еще до полпути. Да, а ты вот, мы с тобой ходим в магазин, для тебя важно, на каком оборудовании какое-то молоко произведено или какая колбаса сделана? Ну, скорее нет. Скорее нет, да. Как, да, я всегда говорю, ты посмотрела рекламу, о, классная реклама, пришел в супермаркет и купил то, что привык покупать. То есть надо в качество вкладывать и мыслить, повторюсь, сознанием своего покупателя, что ему нужно. То есть здесь дело не в Инстаграме, упаси Боже, если тебе некомфортно, пример такой приведу, я преподаю еще и часто общаюсь со студентами. И тут недавно спрашиваю, ребята, на каких блогеров вы подписаны в Инстаграме, а не мне. Что, в Инстаграме? Бабушка, какой Инстаграм, мы все в ТикТоке. Все в ТикТоке. И я понимаю, мне там некомфортно, да, в ТикТоке. Ну, значит, что нужно делать? Надо искать того, кому комфортно в ТикТоке, кому ты можешь переложить то, что ты чувствуешь, любишь, он просто аудитория ТикТока, просто не заморачиваясь, по кайфу донесет вот эту информацию. Ну, это мы опять вот в такие дебри, да, залазим, поскольку ТикТок, это изначально там молодежная история, сейчас она, понятно, прирастает и более там какими-то возрастной аудиторией, и сейчас это все развивается. Ну, вот многие ошибочки, я почему говорю с самого начала, что все быстро меняется, и вот многие говорят, ну, например, в последнее время телевидение не особо эффективно. Но мы не обращаем внимания на то, что телевидение, оно уже не совсем телевидение, оно уже и по большей части и телевидение, и ушло в интернет, поскольку всевозможные ролики, всевозможные программы, они копируются, и в том числе в социальные сети, в интернете, и везде, везде, везде. То есть нельзя откидывать и те ресурсы, которые уже давно работают, да, вот, радио мы тоже все... Мы с тобой здесь, как минимум, в телевидении, это уже значит, что два человека из миллионного Красноярска верят в телевидении. И, конечно же, аудитория зрительская, она увидит, остальная увидит потом в соцсетях, это все приносит свой эффект. Вот, два момента. Первое, поумничаю немного, да, есть такое слово, омниканальность называется, наверное, люди, которые далеки от рекламы его не знают. Омниканальность — это когда есть много точек контакта, да, о чем я говорила, и вы должны вот представить своего клиента, представить, какой у него досуг, во сколько он встает, там, 8-9 утра, где он бывает, что он включает. И чем больше точек контакта, да, это есть омниканальность, тем лучше и круче, чем чаще вы в его сознание, подсознание попадете. Поэтому я считаю, что... Будете знать, что он делает и в какую точку надавить? Ну, конечно. Ну, во-первых, никто не отменял, я как пиарщик по образованию, старая, добрая, раз ты в телевизоре, значит, ты умная и что-то говоришь правильно. Это вот стереотип, а стереотип — это что? Это короткий путь, поэтому я считаю, что и газета печатная, и радио, и телевидение. Все работает. То есть нужно как раз просчитать... Ну, это как, ты доктор, ты умный, значит, да, ты в телевизоре, значит, популярный, это такие уже догмы, которые... Ну, ладно, а твое вот отношение, поскольку у тебя есть еще свой бизнес, и ты наверняка же тоже отслеживаешь, как его рекламировать, ну, вот давай не называй, чем ты занимаешься, просто назови те места, где ты рекламируешься, и как тебе кажется, достаточно эффективно это делаешь. Сам продукт. Мы... категория, которую занимает мой продукт, она в Красноярске классическая реклама, это не тот путь для продвижения продукта. Качество, маркировка, как, что люди сами... Ну, а как, вот все равно, ну, вы запустили, да, а дальше что? Как люди могут узнать об этом? Растут продажи, у нас B2B-сегмент, растут продажи, да, там, заказов продукции еще больше. Видят на маркировку, не буду называть, что в коровке, да, люди видят маркировку, контакт, это обязательно юридическая информация, выходят сами. Сарафанное радио, это тоже я говорю, как маркетолог всегда, вкладывайте в качество продукта. Если мои заказчики видят меня, они не дадут соврать, что когда я не вижу смысла в затратах на мои услуги, я всегда это скажу. Вложитесь лучше в качество продукта, это самая лучшая реклама. Ну, а по твоему мнению, сколько нужно тратить, ну, вот в средней какой-нибудь компании, там, любой, неважно, чем занимающийся, ну, вот сколько бюджет, это сколько, это 10 тысяч поставить таргетинг в Инстаграме, или это 20 тысяч, 30, еще можно там заказать? Например, когда затраты были, вот, не знаю, фотосессия на студии, час съемок, полторы тысячи рублей. Я к тому, что все же... Просто красивые фотки. Ну, не совсем, что мы сделали, это была реклама подарков, мы, собственно, анонсировали в профиле компании, ребята, давайте, значит, кто хочет, приходите, мы отснимем вас с подарками, вы получите классные фотографии и наслаждение. Раз, мы сделали пресейл, мы собрали кучу людей, показали им эти подарки в студии. Два, мы обеспечили тоже чуть-чуть поумнее, еще второй раз, и виральность, да, это когда люди хотят делиться, 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 просто каждый из, там, сорока, наверное, гостей, потенциальных клиентов, просто вообще весь Красноярск засеял информацию об этих подарках, пожалуйста, затраты полторы тысячи рублей. Это сработало? Это сработало, да. Поэтому сейчас, сейчас просчитать можно вообще все. Ну, а твое отношение вот к так называемым блогерам, которые в последнее время очень активно заселяют все социальные сети, скажу честно, большинство компаний, там, открывающихся, пытаются вот как раз привлечь в качестве рекламы вот этих блогеров. Насколько тебе кажется, это работает или сейчас это уже настолько… Такая, знаешь, тема достойная, как это, отдельной лекции. Да, ну, есть, есть варианты эффективного использования этого инструмента, но, наверное, все склоняется к тому, что больше эффективные люди с живой аудиторией, вот, ну, не знаю, у меня полторы тысячи подписчиков. Мне иногда пишут, можешь рассказать, я, как бы, деньги не беру, я не блогер, спасибо, господи. Но я больше убеждена, что люди, у кого живая настоящая аудитория, до пяти тысяч рублей, они больше, ну, как бы, более честное доверие больше вызовут. Но тут, что классно работает, не надо никому платить деньги, просто честный отзыв, да, как говорится. Вот я в этой ситуации… Они работают за деньги, они работают по специальному техническому заданию, которое получают от своего, там, рекламодателя, да? Это новый вид СМИ. Знаешь, что мне это напоминает? В свое время, как раз, когда работали с телевидением, новости жили своей жизнью, отделы рекламы на телеке жили своей жизнью. И ты всегда вот на балансе, как бы, да, я как подрядчик, и, по сути, проводник между клиентом и СМИ, мне всегда было сложно, потому что отделы рекламы заинтересован канала «Продай твой продукт», а у ведущего вообще свой взгляд на жизнь, и ты вообще не знаешь, что на выходе получится. А то же самое с блогерами. Как бы, да, есть аудитория, но вообще не факт, что блогер, вот когда тебе удобно, что у него нет, там, жизненных проблем, или плохого настроения, или муза, или вообще… Ну, вот такая ситуация, конечно, удивительная. Вроде, казалось бы, еще там лет, там, 12 назад, да, не было соцсети, или чего у нас там, контакт, по-моему, вот, как раз в то время появился. Просто люди там, что-то делая, клеили какие-то афиши на заборах, и так вот, сарафанное радио, вот это вот выражение. А сейчас есть все. Слушай, наружной рекламы раньше не было, 6 на 3 баннер нельзя было напечатать, печатали листки вот такие. Да, я и говорю, что вот эти вот афишки обычные там распечатывали на принтере, и все обо всем знали. А сейчас… Скорость, надо быстрее, вот реагировать очень. Сейчас есть только средств для рекламы, тут, я не знаю, и в автобусах, и в подъездах, и где только нету. И при этом многие испытывают настолько дефицит того, чтобы продвинуть как-то свой бизнес, свою компанию. Вот потому что внимание уходит, фокус внимания как раз уходит. Рассеянный. Вместо того, чтобы самому, повторюсь, лучше вас, довольных клиентов, никто не продвинет ваш продукт. Вот вкладывая в качество и рассказывая о том, как круто, да, вот мы не в таком большом городе живем, если говорить о рекламном рынке Красноярска, чтобы мы посредством сарафанного радио на раз не продвинули какую-то услугу или товар. Поэтому вот нужно меньше отвлекаться на какие-то сторонние вещи. Да блин, я вот тоже заказчикам говорю, вы начните хотя бы на аватарку в WhatsApp поставьте значок своего бренда. Ну это же несложно. Вы скольким людям пишете, да, каждый день в телефонной книге? Это же бесплатно. И сразу будет видно. Ну конечно, вот точно. Где-то там маленький, да, моментик в голове запомнился. Вот надо больше в себя, в хорошем смысле этого слова, и меньше рассеивать внимание. То есть кругами, да, потихонечку, потихонечку. Это так называемое лицо, лицо бренда, тоже модное выражение в последнее время. Человек, который представляет какой-то бизнес. Амбассадор. Амбассадор, да. Еще более дурацкое слово. Да, еще более дурацкое. Есть и такая история. Ну вот я про, да, ты говоришь про мой бизнес, о котором мы не говорим вслух. Я первые дни, наверное, часов в 7 утра, первые отзывы приходили, нравится, не нравится. Все знали, что это... Фамилию можно назвать свою, да? Все знали, что это Романцова, все пишут Романцовы, слушай, ну то, то, нормально, ненормально. Я как неврастенник уже, там, телефону, боже мой, что-то пошло не так. Но все знают, что это заказывают у меня и доверяя мне, доверяют моему продукту. Ну, здесь, да, история с тобой, она понятна. История еще там с... А неважно. Даже если это супер-мега. С личным брендом, так называем, лицо, личный бренд. Это все понятно. Но когда вот человек просто, да, сторонний, хочет открыть бизнес, вот, здесь, конечно, сложнее. Есть еще ряд всевозможных реклам, которые раздражают людей, очень много в соцсетях спорят и ругают. Листовки в подъездах, вот эти вот вешения на ручки дверные всяких рекламных материалов. То есть это, конечно, раздражает. Я уж не знаю, работает это, нет. Вот на твой взгляд это работает или больше все-таки вызывает... Я не считала. Мои коллеги говорят, что это работает, те, кто были с этим связаны. Но я такой скептичный человек. Пока я сама цифры не увижу, я не поверю. Но опять же... То есть ты до сих пор не веришь в это? Ну, не то чтобы не верю. Я чуть дальше смотрю. Есть такая история, как стоимость бренда. Да, это сегодня могло дать продажи, но как бы завтра другой повешает ручки. А потом обратный эффект вызывает. Ну, конечно, акции вниз. Я за долгосрочные истории. Поэтому лучше, опять же, как-то более деликатно. Мне кажется, люди... Вот я это называю слишком интимно, когда ты врываешься к человеку в его квартиру, в дом, пока он тебя об этом не просил. Вот, ну, деликатно. Абсолютно согласен. Марин, у нас минутка остается до конца эфира. Скажи, на твой взгляд, какое будущее рекламного рынка? Каким ты его видишь? Что-то изменится глобально в ближайшее время? Или все-таки мы пока побарахтаемся? Я очень верю, что мы научимся и коллеги, всем сейчас непросто, и коллегам-предпринимателям, и коллегам-маркетологам, и пиарщикам-рекламистам, я очень верю, что мы научимся оцифровывать затраты, что мы научимся считать, и в ближайшие лет 5-7 сможем оптимизировать затраты, получая максимальный результат. С позитивом, в общем, я. Отлично. Отлично. Позитивная. Марина Романцова, маркетолог, сегодня у нас была в гостях. Я тебя благодарю за интересную и полезную, самое главное, беседу.